Братья и сестры, я очень рад приветствовать вас с любовью Господа Иисуса Христа. Все наши тревоги, вернее сказать, многие наши тревоги, они закончились. Адвентус прошел. Интересно, что само слово означает ожидание. И мы все ожидали чего-то от этих праздников, не так ли? Дети наши, мальчики, девочки, взрослые, пожилые люди, мы ждали этого времени, и он ушел. Обогатив нам через слово и служение братьев и сестер, мы радовались в эти дни торжественные. Братья и сестры, но сегодня мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа. И я бы хотел сегодня поговорить об этом, потому что это очень важная истина, это сокровище, которое приобретено нам ценой страданий и смерти Господа. Церковь Его, это наше с вами собрание, мы люди, которые куплены Его пролитой кровью. Написано так, Он ее приобрел Своею чистую кровью. Мы не свои, мы сегодня пользуемся тем средством благодати, которое Господь для нас определил. И мне сегодня хотелось бы с помощью Господа посмотреть на значимость смерти и страданий Сына Божьего Иисуса Христа. У нас есть немного времени, и я хотел бы предложить место Священного Писания, которое записано апостолом Павлом в первом послании к Тимофею с 14 по 16 текст включительно. «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». «Великое благочестие тайна, она исключает всякие возражения, она определена абсолютно для всех народов и всех рас, для мужчин и женщин». Заметьте, это выражение говорит «она признана всеми, и к тому же она неизмеримо велика». Великое благочестие тайна – это Бог совершил для нас. И эта тайна заключается в личности Господа нашего Иисуса Христа и в деле, которое Он совершил. Братья и сестры, мы с вами прочитали, тайна – это есть Церковь Христова, это Дом Божий, это Его жилище. Бог не живет где-то далеко, Бог стал близким, Он приблизился к нам. Мы даже подчас не осознаем, насколько близко Он к нам. И чего Бог желает от нас сегодня – это нашего с вами приближения. Когда-то два ученика Иоанновы, они стояли на берегу, и они смотрели на своего Учителя. Иоанн заметил идущего Иисуса и говорит им «вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Услышав это, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус, обернувшись, смотрит на их и говорит «что вы хотите?» «Что вы хотите?» «А что вы хотите, братья и сестры?» Мы сегодня собрались первый раз в Новом году. Что мы хотим?» Это серьезный вопрос. Они ответили ему «учитель, где живешь?» И Господь им говорит «пойдите и увидите». Братья и сестры, ничего нам не известно, но они пробыли тот день в доме Господа Иисуса Христа. Мне бы хотелось очень узнать, о чем они разговаривали, что Он им отвечал. Но это сокрыто сегодня для нас. Но тем не менее, духом сегодня своим я хотел бы позвать вас к ногам Господа Иисуса Христа, войти в Его присутствие, в Его дом. У Него есть, что нам сказать. А у нас есть о чем поговорить с Ним. Братья и сестры, мы когда прочитали эту историю, которая случилась в жизни апостола Павла, церковь Ефесская, она была для него очень дорога. Он там более других мест потрудился. Если мы с вами читаем книгу «Деяния святых апостолов», полтора года в служении Павел посвятил Коринфской церкви. Он за нее молился и знемогал. То в городе Ефесс он провел три с половиной года. Потрясающий труд. Труд, в котором апостол вложил себя на алтарь служения Богу. Он учил и по домам, и прилюдно, открывая всю истину Божью. Это он в двадцатой главе книги «Деяния святых апостолов» написано. Ибо я сегодня чист пред всеми вами, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божию. И вот сейчас случается еще один этап жизни апостола-язычников. Он должен пойти в Македонию. И он просит Тимофея «Останься здесь! Я ухожу, а ты останься!» Были вещи, которые тревожили дух и служение апостола Павла. Он очень переживал за церковь, которую Господь родил себе в своих страданиях. И он просил Тимофея «Останови людей, которые начинают учить чужому». Братья и сестры, эта тревога обоснованная была. И а теперь мы с вами прочитали «Это пишу тебе, чтобы ты поспешил». «Я хочу как можно скорее быть рядом в Ефесе, но я могу задержаться, а ты можешь использовать свое время». Я надеюсь, что апостол Тимофей услышал этот призыв. Но заметьте, братья и сестры, здесь сказано о том, что он должен знать. «Я тебе пишу это письмо, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Христова, детища живого Бога». И это знание, оно говорит о том, что апостол хочет, чтобы он что-то имел в своей жизни. Не только головное знание, но и правильно эти знания применять. Потому что это Церковь Господа, которую Он купил себе драгоценную кровью. И мы прочитали с вами одно из заслуг, которые Господь сегодня дал к нам как богатство. Это то, что мы с вами читаем на страницах Священного Писания. «Бог для нас невидимый стал видимым. А Господи сказано о том, что никто из человеков не видел Бога и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил Его». Поэтому, когда мы просматриваем эту книгу, мы видим это отношение, которое написано «Бог явился воплоти». Встает вопрос просто между нами, а неужели у Господа не было другого пути? Бог всемогущий словом своим сотворил миры, наполнил планету нашу живыми существами. Неужели другого средства не было помочь нам, грешным людям? Братья и сестры, это было невозможно. Это было недостаточно. Потому что Писание говорит нам, послание к римлянам 5.12. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так что смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Писание говорит, все стали негодны. Да одного негодны. Нет делающего, нет ни одного. Но когда мы с вами говорим о том, что неужели из живущих людей никто не мог оплатить долг человека, который впал в согрешение, Писание беспристрастно говорит нам через праведного Иова, глава 14, текст 4. «Кто родится чистым от нечистого?» И удручающий ответ – никто. Псалмопевец говорит в 48-м псалме 8-9 стихи, «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек». Но встает еще вопрос. Ну, разве те жертвы и приношение крови жертвенных животных, она была недостаточна, братья и сестры? Она играла свою роль. Но она играла роль только до определенного момента, когда придет тот обещанный Богом Мессия, о котором очень много написано на страницах Ветхого Завета, о чем уже брат Петр нам сегодня говорил. Бог открывал свои планы и знакомил с них живущих на этой земле людей. Братья и сестры, в Писании сказано, закон, 10 глава, 1 стих, «Имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, слушайте, никогда не может сделать совершенными приходящим с ними». Третий стих, «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах». Почему? «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Братья и сестры, одна из наших драгоценных жемчужин – это то, что Христос пришел. И пришел для того, чтобы стать таким, как один из нас. Посмотрите, пятый текст этого послания к евреям, 10 главы, он говорит, «Поэтому и Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Ты не восхотел и не благоволил. И посмотрите, 10 текст дает надежду нам. «По этой-то воле Бога, освященным мы единократным принесением тела Иисуса Христа». «Бог своему Сыну сделал тело». Об этом мы с вами читаем. «Бог послал Сына Своего в плоти». «Бог, который существовал в недре Отчим, Он был явлен как человек». «Он пришел как человек». И мы с вами прочитали об этом. «Он, тело, которое Господь ему сотворил, Он принес его за всех нас». Братья и сестры, кровь жертвенных животных, она только покрывала грех. Она не уничтожала грех. И когда священники находились на служении, они понимали, что когда их кропили виновного человека кровью, то он был чист телом, его совесть была неспокойна. И мы с вами прочитали свидетельство Божьего Слова. «Для того, чтобы совесть наша очистилась, нужна была кровь Иисуса Христа». Подумайте, мама наставляет сынишку и говорит, «Я тебе одела во все чистое, будь осторожен, в грязь не залазь, если случится, накажу тебя». Ну, ребенок есть ребенок. Вообще, дети, внуки мои тоже любят лужи и грязь. Иногда они такое удовольствие испытывают, а мы страх, когда видим, что мы недосмотрели. И идет малыш и плачет. «Мама, посмотри». И, конечно, мама видит, что все в грязи. Сынок плачет. Мама переживает за свое чадо, которое нарушило ее просьбу. Но от того, что мама пожалеет своего сыночка, приголубит его, переоденет его, одежду стирать надо. Не так ли? Так вот, кровь Господа Иисуса Христа, она очищает совесть нашу. Кровь Господа Иисуса Христа изглаживает нашу матрицу с нашей историей нашего падения и нашего греха. И мы становимся чистыми. Именно об этом Давид просил когда-то Господа. Он понимал свое падение и весь ужас. Он говорит, «Я жертву бы принес». «Но ты, Боже, всесожжению моему не благоволишь». Почему? За тот проступок не было жертвы. Но была милость Господня. И Давид прибежал к ней, и Господь ему открыл этот источник милости. И он в слезах и вопли просит его, «Многократно омой меня и от грехов моих очисти меня, потому что грех свой я сознаю, и беззаконие мое, оно всегда преда мною». Братья и сестры, самому первому человеку, это Адаму с Евой, когда они впали в грех в саду Идемском, Бог уже сказал о том, что семя жены, оно сотрет голову змея. Братья и сестры, это борьба. Но уже тогда Господень Дух сказал о том, что это не будет кровь жертвенных животных, придет тот, кто уничтожит грех. И это сделал Господь наш Иисус Христос. Братья и сестры, когда мы смотрим сегодня на эти моменты, мы видим о том, что Священное Писание говорит, что все то, что было в нашей жизни, оно только было прелюдией к главным событиям, которое совершится на кресте Голговском. Вот смотрите, как об этом пишет Галатам 3.19 Павел. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени, пришествия семени, к которому относится обетование. Бог обещал. И Бог даже говорил на страницах Священного Писания, когда это случится, когда придет этот примиритель, который уничтожит жертвы своей грехи всех живущих на земле. Братья и сестры, об этом Иаков говорит нам со страниц Священного Писания. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчлесил его, доколе не придет примиритель ему покорность народов». Посмотрите, в этих словах патриарха очень много сказано для нас, но для ожидающих Господов это был знак. «Как только в Иудее воцарится царь, который не из Иудина колена, это первый признак Мессия среди нас». И так и случилось. В 130 году до прихода Иисуса Христа на землю между Иудеями и домом Исава, Едомом заключилось согласие. Едомляне приняли иудейскую веру в свою жизнь, и потом в конце его великий Ирод станет царем. Он станет царем в 15 лет и будет править долго. Но люди, которые чтили Бога и любили Священное Писание, они могли смотреть на книгу Бытие, на благословляющую молитву Иакова, и они видели, время исполнения пришло. Они ожидали Господа. Посмотрите, какие молитвы мы слышали в эти рождественские дни, когда праведные и праведницы благословляли Господа за обещанное исполнение. Оно совершилось, братья и сестры. Смерть Господа Иисуса Христа, она дала нам мир с Богом. Если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, будучи омыты кровью Его, спасемся им от гнева. Это сегодня наши драгоценности, это сегодня наши жемчужины. Посмотрите, как об этом пишет еще апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Братья и сестры, какая-то удивительная истина, и она опять нам говорит о том, что Сына Своего, Он был всегда. Но когда Он пришел во плоти, это время, когда Он нашу плоть на Себя воспринял, чтобы стать жертвой. «За мой и твой грех». Мы пели рождественский гимн «Для тебя и для меня в бедных яслях родился Христос». Братья и сестры, когда мы смотрим на многие другие моменты, которые у нас предстают на страницах Священного Писания, мы видим любовь Господа Бога к нам. Вот все те остальные истины, о которых мы с вами читаем, это то, что сегодня нам, как Его Дому, необходимо хранить и ценить. Нам нужно ценить Его Слово, нам нужно стоять в Его Истине, и нам нужно не только стоять, но и ходить. Посмотрите, как об этом написано на странице Священного Писания о том подвиге, который заключен сегодня в смерти и страдании Господа Иисуса Христа. Колоссянам 1 глава, 26-27 тексты. «Бог поручил мне представить вам во всей полноте Его Слово, которое оставалось тайной для людей из века в век, из поколения в поколение, а сейчас Слово открывает его святым». Бог захотел открыть нам, как велико для язычников богатство, славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он наша надежда на будущее. Братья и сестры, не только Бог пожелал приблизиться к Израилю, когда посредине построил Скинию собрание во Христе Иисусе, Бог неизмеримо близко подошел к каждому из нас. Посмотрите со страниц Писания. Он Духом Своим Святым поселяется в наших счастливых сердцах. Мы прочитали тайность, «Я для язычников». Христос в нас – упование славы. В другом месте апостол Павел пишет, «Вы – храм Бога Живого». Братья и сестры, когда мы смотрим свидетельство Священного Писания, откроем и посмотрим послание к Ефесянам, вторую главу, там сказано о том деле, которое совершает Господь в жизни искупленного наследия. Мы читаем сегодня с 18 текста 2 главы, «Потому что через Христа и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Бог приблизился к нам. Бог дал нам такую замечательную возможность сегодня снова посмотреть на то сокровище, которое сегодня у нас есть. Чем Он нас наделил? Братья и сестры, от нас требуется одно – хоронить это и нести это в окружающий нас мир, нести к таким, какими мы когда-то были. Это богатство принадлежит сегодня не только иудейскому народу, это богатство сегодня должно быть распространено до концов земли. Писание говорит, «От края земли и до края земли». Несите эту весть, проповедуйте Евангелие, делайте людей моими учениками, и пусть в этом спасительная работа Господа нашего Иисуса Христа продолжится в этот новый, тревожный для многих 22-й год. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся Богу. Субтитры создавал DimaTorzok